друзья в предыдущем видео мы с вами поговорили немножко про карму о том что это такое поговорили о том как понять что в моей жизни карма действует жестко а теперь давайте с вами обсудим что с этим делать итак давайте вспомним что карма это условия нашей жизни и карма создана для того чтобы мы прошли свои жизненные уроки то есть иными словами карма всегда нам помогает это нас под наш помощник и карма становится для нас чем-то враждебным только когда мы ей сопротивляемся когда мы не принимаем себя не принимаем те уроки которые должны пройти и так на что обратить внимание и что с этим собственно делать давайте начнем сначала повторяющейся ситуации то есть то что случается в нашей жизни снова и снова в разных обертках это могут быть разные люди разные ситуации обстоятельства но как будто бы одно и то же ядро словно мы испытываем в одних и тех же ситуациях одно и то же чувство или комплект ощущений которые в общем-то в нас ощущаются как какие-то невыносимые и что нужно сделать в первую очередь осознать что есть некая точка притяжения . как некая урок которому мы все время стремимся что повторяющиеся события в нашей жизни как связаны как бусинки ниточкой то есть первое что мы должны увидеть взаимосвязь этих событий что это не какие-то отдельные никак не связанные между собой явления а что это цепочка событий то есть это уже большой шаг в скажем так в прохождении своего кармического урока когда вы видите что вас жизнь направляет в одно и то же второй момент на который нужно обратить внимание это принятие то есть мы не сопротивляемся тем ситуациям которые уже пришли оно уже случилось нам нужно в этом действовать получать свой жизненный опыт получать свой проходить свой урок и когда мы осознаем свой жизненный урок когда мы понимаем к чему толкает нас карма куда ведет нас жизнь происходит как разрядка облегчение мы вдруг перестаем этому сопротивляться для нас то становится просто как прикладной задачей получить определенный опыт а опыт это значит стать каким-то то есть вырасти над собой и стать каким-то то есть наработать себе новое качество если вы начнете наблюдать за тем как вы действуете в ситуациях за тем как эти ситуации связаны между собой вы сможете видеть свое свой жизненный путь свою карму более объемно и соответственно познание кармы открывает для вас вашу миссию потому что наш искренний настоящий истинный путь это не что иное как следование карме и третий момент на который стоит обратить внимание это ощущение вот зажатости невыносимости несвободы когда вы испытываете такое состояние в моменте вот вы себя поймали что вот здесь ситуации у вас нет выбора вы словно не можете из отсюда но не знаю сделать какой-то другой совершенно выход выбор из этой ситуации словно вас зажало в угол первое что нужно в этот момент сделать перестать сопротивляться то есть признать окей вот такая ситуация я уже нахожусь в этих рамках как только исчезнет внутреннее сопротивление то есть представьте что это карма это как коридор и если мы пытаемся пойти в стенку куда прохода нет мы испытываем давление вот карма действует точно так же соответственно как только мы перестаем давить на стенку нашей жизни если можно так сказать то мы с вами испытываем сразу облегчение то есть мы перестаем сопротивляться и возникает более легкое более свободное состояние из которого мы уже можем видеть свой урок и осознанно его проходить эти простые советы помогут вам продвинуться в понимании своей кармы и соответственно понимание вашей истины карма очень многогранное понятие оно связано в том числе и с родом и с душой и даже с прошлыми воплощениями поэтому изучая карму вы развиваетесь в очень широком диапазоне направлений изучайте карму изучайте свою жизнь открывайте свою миссию и следуйте своему пути и и Продолжение следует...